А сегодня давайте откроем вместе с вами послание апостола Павла Колосиным, вторую главу и прочитаем с 13 стиха, где апостол Павел, обращаясь к церкви, пишет «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, со Христом, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой». Итак, делает вывод апостол Павел, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. И никто да не обольщает вас самовольным смиренно мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом, и не держась головы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлением, не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все и сливает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудрием и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. И вот посмотрите, здесь апостол Павел показывает, что в то время, в той церкви, я вот хочу, знаете, сразу сказать, иногда верующие идеализируют первоапостольскую церковь. Мы думаем, что вот у нас сейчас сложности, проблемы, какие-то трения, недопонимания, а вот первоапостольская церковь, там же сами апостолы, Иоанн, Петр, Павел там везде ездил, вот же была благодать. В действительности мы видим на основании священного писания, что все те проблемы, которые у нас происходят сегодня в современном христианском мире, все эти проблемы были присущи и первой церкви. Там было и трение между ними. И помните, там вдовицы, там кто-то был возмущен, что их вдовицы были пренебрегаемы при ежедневном раздаянии, что там кому-то дали, а этим-то не дали. А почему этим-то дают? Наверное, вот этим как-то любят их больше. Значит, у нас в церкви есть лицеприятие. То есть вот эти проблемы, эти трения, несостыковки. И мы видим, что между Павлом и Петром, да, были конфликты. Между Павлом и Варнавою, и Замарка тоже были конфликты. То есть там были конфликты не только среди обычных прихожан или пасторов, среди апостолов были порой столкновения. То есть мы видим, что вот те же самые проблемы, что сегодня, были и тогда. И вот одна из проблем, которые вот с первого века регулярно в каждом поколении христиан всплывает, это псевдодуховное служение. Как пишет здесь апостол, который имеет вид мудрости, а на самом деле самовольное служение. Самовольное служение, когда люди вторгаются туда, где ничего не понимают. И выдают вот это вот за что-то особенное или за что-то духовное. Я сегодня специально взял разные переводы Библии. Вот я обычно разные переводы в конспекте вставляю. Но некоторые говорят, пастор, ты там с конспекта читаешь, нужно из книг читать. Я сегодня специально для таких, кто любит, чтобы я читал из книг, а не из конспекта, взял разные переводы Библии. И вот смотрите, перевод Колоссина. Я прочитаю это же самое место в современном переводе. Это РБО, Российское библейское общество, современный перевод, русский перевод. И вот смотрите, 2 глава, 13 стих. И вас, некогда мертвых, из-за своих грехов и того, что вы, будучи необрезаны, не принадлежали к Божьему народу, вас Бог вместе с ним вернул к жизни. Видите, апостол Павел здесь подчеркивает силу благодати. Да, мы были вне Божьего народа. Мы были отрезаны от народа Божьего, от Господа. Но Бог нас вернул к жизни. И вот до этого Он много пишет о благодати. Не по нашим заслугам, но только по благодати Бог вернул нас жизни. Только по благодати Господь нас спас. Правда же? А мы это не заслужили, приняли верой. Праведный верою жив будет. Он простил нам все преступления. Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями закона. Вот мне очень нравится в современном переводе, вот обратите внимание, 14 стих, да? Там просто бывшее на срокописание написано так, кратко. Мы знаем закон, где говорится, будешь служить Богу, благословен. Будешь противником Богу, будешь проклят. Помните, да, сколько проклятий говорится, да? И в современном христианстве очень популярна тема о проклятиях. Да, меня Бог спас, да, я сегодня часть церкви Христовой, но вдруг у меня еще есть некоторые проклятия жизни. Идут там по поколениям. Может быть, я проклят, и, конечно, Бог меня спас, но мне нужно еще что-то такое дополнительное про проклятие. Вы знаете, в Новом Завете так много мест писания, которые показаны, что если Бог тебя спас, Он не может тебя спать, но не благословить. Спас, но не до конца благословил. В чем-то ты еще проклят. Вот же чудесное спасение, а? Как бы Иисус взял все грехи, но не все проклятия. И нам нужно что-то такое дополнительное, чтобы сводиться от проклятия. И что интересно, в современном христианстве такие служения очень популярны, потому что ведь после спасения у тебя порой проблем не меньше в жизни. У тебя много каких-то трудностей, много каких-то каких-то всех вещей и проблем. И ты часто понимаешь, что, став христианином, ты должен по-новому мыслить, изменить образ жизни. Но намного проще списать все на проклятие. А вот помолитесь за меня, проблем не будет. Вот проклятия уйдут. И вот эти люди, они буквально становятся, знаете, подсажены на освобождение. Зависимы от освобождения. Им все время нужно освобождаться, 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 освобождаться. Вот они как-то все прокляты. Да вот они как-то вот еще там что-то где-то у них проклято. И тут что-то у них идет, наверное, и там проклято. Вот и много таких. Что-то замуж не могу выйти. Может быть проклято я вот. Как-то надо снять с меня венец безбрачия или еще чего-то там кто надел. Вот. И люди вообще не понимают, что ни туда они пришли. Тебе к бабке Шептуни нужно приходить, а ты в церковь пришел, да? Хочешь, чтобы тебя сняли венец безбрачия, есть бабки. Скажешь, Виктор, зачем к бабке? Сейчас немало проповедников. Похлеще бабок снимают. Согласен, есть проповедники в духе бабок. Сто процентно. Вот к ним нужно идти. И идут люди. И идут люди. Что тут Виктор говорит? Что-то так надо, что-то это. А вот там просто пошли помолили, все хорошо. Ну в том-то и дело, что тебе обещают, что все хорошо, но там далеко не все хорошо. И в конце концов, всегда вот такое колдовское христианство, оно приводит к разочарованию. Люди вообще разочаровываются в вере. А на самом-то деле, как ты можешь в вере зачаровываться? Ты слово не знаешь Божье. Вера на основе основана. И вот смотрите, вот он простил нам все преступления, он перечеркнул список наших долгов. А вот там вот, может, там моя бабка задолжала, мать задолжала. Все, Бог перечеркнул. Ты благословен теперь. Можешь выдыхать. Чего напрягся? Аминь. И уничтожил этот список, и пригвоздил его к кресту. Все. К кресту прибит весь список твоих долгов, проклятий. Все. Иисус провел кровь. Просто веруй в это и принимай. И этим он, Иисус, обезоружил начало и власти, и выставив их всем на посмешище, провел как пленных в своем триумфальном шествии. То есть всякие силы тьмы там, с которыми там кто-то сейчас верующий до сих пор в такой ужасной борьбе. Иисус даровал нам полную победу. Он победил все. Он уже пригвоздил. Он уже опозорил все эти духовные начальства там, власти. Он прошел в триумфальном шествии. В современном переводе говорится. Так пусть никто не осуждает вас за то, что вы едите и что вы пьете. И не спрашивает, соблюдаете ли вы праздничные дни, новолуние и субботы. Драгоценное. Сколько в современном христианском мире вот этих споров по всяким праздникам. Вот недавно было у нас Рождество. А ведь сколько в христианском мире нельзя праздновать Рождество. Слышали, да? Это как-то где в Библии праздновали Рождество. Не было что там праздновать Рождество. Вообще у евреев не было традиции так праздновать сильный день рождения. Но это их традиции. У нас традиции, мы празднуем день рождения. Вы поймите, традиции, они к Богу не приближают и не удаляют нас от Господа. По сути, ты спасенный, празднуешь ли ты Рождество или не празднуешь ты Рождество. Для нас просто праздник Рождества это прекрасная возможность еще раз проповедовать миру о Иисусе Христе. Правда же драгоценное? Можно и не праздновать. И если мы не поставим здесь вертеп с фигурками святого семейства. Духа святого здесь меньше не будет из-за этого. Как его и не будет больше. Ну просто семья же может жить и без праздников. Ведь можно же любить друг друга и без праздников. Ну согласитесь, праздники они в чем-то украшают. Правда же? Они же в чем-то украшают жизнь. Ну весело жить без праздников. Да хорошо же, когда праздники. Ужасно, когда у людей целый... Каждый день праздник, вот такое бывает, да, там. Веселье не заканчивается, это тоже ненормально. Но когда иногда праздники, это хорошо. Точно так же, когда мы украшаем, ставим елки, ставим вертеп, какие-то огоньки. Ну это же хорошо, это праздник. Мы радуемся, что Иисус родился. А некоторые говорят, а вдруг он в другой день родился. Да не страшно. Не страшно. И ко мне как-то раз я был в одном городе, летом проповедовал. Подошла одна сестра и говорит, Виктор, я знаю, что у вас только что было день рождения. Я вам подарок хочу сделать. А у меня день рождения полгода назад как было. Только что. Но от подарка я не отказался. Я говорю, а... Мне даже, знаете, иногда это больно. Если кто-то захочет, например, поздравить меня с днем рождения. Весной, зимой. Лега там. Добро пожаловать. Готов. Открыт для подарков. Открыт. Открыт. Даже это чем-то приятнее. Потому что когда у тебя день рождения, там много поздравлять. Как бы все в один день. А тут отдельно. И там как бы ты ожидаешь, да? Ожидаешь, думаешь, а что-то меня тут не все поздравили, кто я думал, что меня поздравит. А тут вообще-то ничего не ждешь. И тебе как бонус, как радость. Слава Господу. Поэтому точно так же Иисус не обижается, что мы хотим использовать этот зимний день. Да, мы нас даже в России два раза используем. Для чего? Чтобы говорить о Рождестве Христа. А некоторые говорят, ну в этот же день солнцестояние, языческие религии, там колдуны в Риме в древнем. Подожди, подожди. Мы тут вообще не празднуем колдунов древнего Рима. Не празднуем. Ну, это же в один и тот же день. Милые мои, каждый день в году, вот каждый из 365 дней, что-то в истории можно в этот день найти худое. Кого-то убили, кого-то повесили, кого-то уничтожили. Вообще так ни одного нормального дня в году не будет. Нам с вами жить некогда будет, если мы будем каждому дню относиться вот как-то так вот. Поэтому апостол здесь и говорит, ребят, но не мудрите вы, не придумывайте вы духовность там, где ее нету. Ну, не надо. Ну, ты Рождество празднуешь, благослови тебя Господь. Ты считаешь, что не надо, благослови тебе Господь. Любите только друг друга и почитайте. Вот в чем дело. Но проблема-то в том, что мы не хотим любить. Наоборот, мы хотим друг друга в свою веру обратить антирождественскую. Или наоборот, в рождественскую. Но оно не стоит того. Точно так же, как вот здесь написано про субботы, да, более серьезный вопрос. Знаете, вот все эти люди, которые почему-то либо... Очень важно, чтобы только в субботу было выходной день, ни в какой другой, ни в воскресенье, в субботу. Очень важно, чтобы Рождество не праздновать. Это очень важно. Они почему-то очень такие агрессивные часто люди, которые проталкивают какие-то идеи. Либо они за предопределение. А с уважением отношусь к тем, кто верит в предопределение. Да благослови вас Господь, верьте во Христа. Как там вы спасены, это Бог на небесах нам до конца объяснит. Но почему-то вот часто люди вот с кальвинистскими взглядами очень агрессивно относятся. И точно так же вот те, кто за субботу, порой так говорят, вы тут в субботу, вы тут по воскресеньям, почему вы не в субботу? Да потому что апостол написал, вот сегодня вот седьмой день воскресенья. Ну, для меня не проблема в субботу, вообще не проблема. К Богу это не приблизит и не удалит, понимаете? Не стоит искать духовность в том, в чем ее ты не найдешь. Вот о чем здесь пишет апостол. Не надо тут со своей субботой, что там Рождество нельзя. А субботу, наоборот, нужно. Думаешь, это тебе поможет любить, что ли? Поможет прощать? Поможет врагов благословлять? Да не поможет, не поможет. Тяжело прям. Чего только у нас. Вот все было написано 20 веков назад, но такое чувство, что вот как будто никто ничего нам не говорил. Все эти проблемы 20 веков постоянно на повестке в церкви нашей Христовой, я имею в виду. Так вот, пусть никто не осуждает вас за то, что вы едите или пьете. И не спрашивают, соблюдаете ли вы праздничные дни, новолуние, субботы, Рождество и Пасху, можно добавить. Это лишь тень того, что должно было прийти, реальность же во Христе. И вот некоторые говорят, ну а как же вот Ветхий Завет? Так Павел и показывает. Там написано было про субботу, там еще какие-то были постановления, что можно есть. Помните, свинину нельзя есть, да? Вот что-то можно есть. Это тень. Тень, которая ведет. Вот человек стоит и бросает тень. И по тени можно прийти к человеку. Тень, хорошо, но когда ты пришел к человеку, зачем тебе тень нужна? Точно так же все эти вещи, их цель была привести ко Христу людей. Иисус, это и покой. Сегодня наш покой не в дне недели, не в субботе. Сегодня суббота, это наш Христос. Он сказал, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и найдете, что? Покой душам вашим. Он сказал это людям, которые исполняли регулярно субботу. То есть не нашли все-таки не покой в субботе. Во Христе покой настоящий. Это лишь тень того, что должно бы прийти. Реальность во Христе. Не допускайте, чтобы вас осуждали люди, которые обожают смирение, поклоняются ангелам. То есть ангелы, там все какие-то вот распространяются о собственных видениях. Напрасно они кичатся своим умом. Он у них все еще земной. У нас в переводе плотский написано в синодальном. Такие люди больше не связаны с головой, которая питает тело и придают ему благодаря его связкам и суставам единство. Чтобы это тело возрастало по замуслу Бога. И дальше, смотрите, Павел показывает, что вот это псевдо-духовное служение, оно разрывает тело Христа, разрывает единую церковь. Вот они приходят со своими вот этими псевдо-духовными вещами, да. Вот поклоняются с ангелами, там распространяются о собственных видениях. Сколько такого сегодня в современном христианском мире. И я вообще удивляюсь, церковь буквально вот ее трясет от всевозможных псевдо-духовных, когда люди пытаются найти духовность не в Боге, а в материальных вещах. Вот в чем-то таком понятно. Вот седьмой день недели, или не праздновать Рождество, там, и какие-нибудь видения, всевозможные ангелы. Сколько время вот наша церковь лихорадила, да, когда там какие-то информации, вот там пыль нашли золотую под сиденьями в церкви, а где-то перья нашли, и тут же нашлись истолкователи, что это ангелы там линяют у них. Это ведь не так давно было и до сих пор происходит. Люди в это драгоценные камни находили, в зубах золотые пломбы. Вот вам не кажется, что вот мы доводим Бога до абсурда? Я, когда помню на эту тему, мы общались с пастором из Перворайска Николаем Судаковым, а у него супруга стоматолог, лечит зубы. И вот, конечно, стоматологов верующих это больше всего удивляет. Он говорит, если Бог великий, зачем Он нам дает ужасные золотые пломбы в зубах? Но если Бог великий, неужели Он не может еще один зуб? Вот народ... Нет ничего лучше, чем обычные зубы. Если бы золото было лучше, Бог бы нам сделал сверху золотые, внизу платиновые. И мы бы сияли. Откроешь золотые? Не церковь, а сплошной цыганский поселок. Все бы сияло. Но зубы лучше. Понимаете, зубы лучше. Скажи ближнему, зубы лучше. В христианском мире нечто не... Так Бог возьмет... Я еще бы понял, если бы Бог импланты вставлял, то есть под зуб. Так Бог же, он уже как издевается, он прям золотые коронки вставляет, что там. Но это как? В это верить? Вы понимаете, как в это верить? Причем, когда начинаешь это все исследовать, все эти чудеса, они просто разваливаются. Просто разваливаются. Вот эти перья. Ну зачем нам вот эти перья? Смысл какой? Мы видим в Библии, Бог исцелял людей. Иисус ходил, исцелял людей. Его же чудеса, они несли практическую пользу для людей. А то, что ты у тебя под стулом несколько перьев найдешь, это какая польза? Ну смысл какой? Во-первых, нигде в Библии не говорится, что у ангелов есть крылья. Там про херувимов говорится у них, там вообще сложно у херувимов. И их представить невозможно, пока на небо не попадешь. Там у них, помните, лица со всех четырех сторон. И они еще идут каждый по направлению лица своего. То есть они должны разорваться. Но там как-то они не разрывались. Еще крыльями там прикрывали, закрывались. Сложная система описана там. Пока не увидим, не поймем до конца. Но обычные ангелы. Ну где написано у обычных ангелов крылья в Библии? Скажешь, а на рисунках нарисовано? Ну у тебя и вера на рисунках вся. Нарисовали тебе, и ты в это веришь, в этих ангелов. Вот эти все эти перья. Потом, знаете, такое чувство, как будто церковь не извлекает уроков из своих прошлых ошибок. И мы вынуждены наступать на одни и те же грабли из поколения в поколение. Ну вроде бы мы праздновали 500-летие реформации. Где реформаторы, Мартин Лютер, другие отцы реформации, они показывали, что нам не нужно заслуживать. Нам не нужно там святыни целовать. Нам не нужно никакие... Вот это же было почему в День Всех Святых? Потому что в Витенбергской замковой церкви в День Всех Святых была огромная коллекция. Там были кости святых, кусочки креста, другие там слезы матери Марии были там во флакончике. И нужно было ко всему прикоснуться. Это как-то духовно на тебя действовало. Лютер показал, нам нужно только к Писанию прикоснуться. Соло скриптура. Нам нужно Слово Божье. Проходит время. Я не знаю, мне кажется, сейчас Мартин Лютер в гробу переворачивается, когда видит то, что произошло в этих протестантских церквах, не без его участия возникших. Потому что сегодня опять я смотрю, в наших евангельских церквах флакончики «Святая вода». Вы чего? Святая вода. Ее еще знаете откуда везут? С Африки везут. Там один ее освещает. В Африке чего еще освещать? Воду только. Святая вода. И продаются. Святая вода. Исселение. Святая вода. Вы знаете, есть такие вещи, я не знаю, что сказать. Я не знаю, что сказать. Я смотрю на это и думаю, вот лютера на вас не хватает. Вот, знаете, откуда вы ушли туда пришли? К святой воде пришли. И у нас в Екатеринбурге евангельские церкви. Не позорьте. Вот если кто-то смотрит из этих церквей в Екатеринбурге, ну не позорьте вы наш город, а, пожалуйста. Если она святая, ну выпей тихонько. Никому не говори. Тихонько выпей. Не рассказывай никому. Потом придешь и расскажешь. Что случилось? Не надо ли этого делать? Ну зачем? Смотрю вот это. Чего такое не творится в церквах? Вода уже святая в бутыльках из Африки. Там один пророк ее осветил. Пророк, который пророчествовал, что следующим президентом в Америке должна была быть женщина, а стал мужчина. Пророк этот быстро свое пророчество убрал. Но все его посмотрели и говорят, ну там же оно было. Он его вернул и сказал, я не это имел в виду. Ну, как все пророки. Быть пророком – это уметь выворачиваться. Потому что, ну, сами понимаете. Вот. И вот такое происходит. И люди верят этим пророкам. Люди берут эту воду. Люди берут все эти вещи. Один из пасторов наших дочерней церквей мне такую вещь рассказал. Просто, ну, удивительно. Вот. Он был в одном… Он не в своей церкви был, а его пригласили проповедовать. И он говорит, проповедовал. И у него было приготовлено учение. И он проповедовал, проповедовал. И вдруг видит, что как-то собрание было вечером. И так как-то люди так вот… Как это называется? Глубоко в дух вошли и глаза закрыли. Они так уже в духе глубоко, глаза закрыли, и некоторым уже хорошо. Кто-то уже с наведениями вразумляется, кто-то готовится. Вот. Вот. И он смотрел на это. А у него в портфеле была какая-то то ли деревяшка какая-то, какой-то кусочек деревяшки. И он говорит, и он вдруг взял такую вещь. Ну, вот. Это правда, вот. Один из пастыров нашей дочины церкви. Он говорит, но самое главное, для чего я сюда приехал. Вы знаете, чудом Божьим мне досталось кусочек от того древа, на котором был распят наш Господь Иисус. И достал из своей сумки этот кусочек деревяшки. И он говорит, и вы знаете, и в конце мы будем молиться за каждого, и вы будете прикасаться, и я буду молиться за вас возложением рук. И этот пастор говорит, что, говорит, когда он достал деревяшку, у всех вот такие глаза. Все сидят уже. Уже прямо, говорит, в конце люди просили молиться, они не поняли, что это шутка даже была, понимаете. Хотели молиться. И вот, знаешь, ты так говоришь с этой Библией, думаешь, ну, Виктор, это Библия, да у всех это Библия. Это сто лет, это Библия кому нужна? Нам бы кусочек древа Христа от Голговского креста. Нам бы несколько слез Девы Марии, нам бы берцовую кость Святой Биргиты. Как в свое время Мартин Лютер говорил, говорит, если, говорит, собрать по всей Европе кости Святой Биргиты, окажется, что она была сороконожкой. Так это, но верующим все равно, знаешь, вот там, где псевдодуховность, там разум не действует вообще. Там никакого критического мышления, люди ничего не фильтруют. Мы вот так вот к древу креста, давай мы прикоснемся, давай мы нам слезинки бы, вот это, какой-нибудь Святой бы, вот это сила Божья. И люди вот этим живут, люди в этом погружены. Апостол говорит, ребят, ну это же, вы не понимаете, это псевдослужение, это вот видение, какие-то, вот видение там, вот какие-то и еще прочее. И смотрите, и дальше Павел говорит, если вы умерли вместе с Христом и теперь свободны от стихии мира, зачем вы позволяете им устанавливать для вас всякие предписания? Вот эти предписания опять, вот так надо, этот день святой, этот праздник праздновать нельзя, а этот необходимо праздновать. А вот нужно вот к этому прикасаться, а к этому нельзя прикасаться, а это кушать нельзя. Я вот скажу вам честно, вот мы с супругой уже, ну не знаю сколько, лет, наверное, 20 не кушаем свинину, но не потому, что мы считаем, что мы удаляемся от Господа, да, потому что мы не считаем, что это полезное мясо для человека. Скажешь, Виктор, а я считаю, что оно полезное и самое вкусное, это нам не мешает быть в одной церкви. Понимаете, не мешает. Ты ешь свинину, Бог, конечно, это проклял, но твое дело, если ты не боишься. Я не ем свинину, ну сами понимаете, я пастор, я святой, вот. Но какой святой без грешника, а? Любому святому нужен грешник для контраста. Я, конечно, шучу, но мы можем быть в одной церкви, потому что это нас, ну, не удаляет от Бога, не приближает к Богу. Вот у кого-то так, у кого-то немного по-другому, но ведь не в этом же суть, не в этом же суть драгоценная. Понимаете, да, о чем я говорю сейчас? Не в этом суть. Не нужно этому приписывать чего-то. Не прикасайся, не ешь, не дотрагивайся. Да, все, все эти запретные вещи для того и существуют, чтобы быть уничтоженными при употреблении. То есть, понимаешь, ты их все равно перемалываешь, все, и уничтожаешь. Поросенка за поросенком, уничтожаешь, уничтожаешь. Я так не делаю. Вот, все это человеческие заповеди и учения. Вот смотрите, человеческие заповеди и учения. Такие предписания с их самодеятельным благочестием, смирением, умиршлением плоти, конечно же, создают видимость какой-то мудрости. Мне нравится в современном переводе говорить, смотрите, создают видимость какой-то мудрости, но грош им цена, они ведут лишь к потворству плоти. То есть, чтобы мы надмивались, вот я вот так вот, а я вот так вот, а я вот так делаю, вот прямо вот надо так именно делать, чтобы Бог тебя любил, чтобы Бог как бы снисходил, чтобы твой путь был угоден Господу. И мы живем в христианском мире для кучи, вот кучи всевозможных вот этих выдумок всевозможных. Я вам скажу, драгоценный, честно и конкретно, за 26 лет своего пасторского служения Бог дал мне возможность иметь общение с разными мировыми служителями. Я пересекался на разных конференциях и семинарах. И я вам скажу честно, вот за 26 лет своего служения я нигде не видел, чтобы через какого-либо человека, что бы он о себе не говорил, как бы он себя не называл, какие бы информацию он о себе не распространял, ни одного человека не видел, чтобы Бог делал там конвейер исцелений и всевозможных чудес. Нет ни у одного человека такого. Не было. Я знаю, что пытались представить, что да, там вот исцеление, вот этого. Не было этого. Вы знаете, долгое время я в это верил. Я думал, ничего, живу невидением, живу верой из года в год, но потом все-таки думал, а глаза куда девать? Ну, если ты веришь во что-то, но ты видишь, что это не происходит, может быть, проблемы в этом человеке. Сколько было... Один знаменитый целительный евангелист в Америке, журналисты проехались по всем его крусейдам ключевым и взяли ключевые исцеления. Тут глухой заговорил, стал слышать, тут раковая опухоль ушла. И потом оказалось, что там, где была раковая опухоль ушла, эта женщина, она так и умерла от этого ракового образования. Мальчик глухой до сих пор глухой. То есть все это оказались фейки. Куча всевозможных фейков. И вот даже те люди, которые на церкви, за эти 26 лет служения, то во Флориде пробуждение, то там еще что-то, все заканчивалось фейками. Почему? Потому что некоторые думают, и это опять-таки написано апостолом Павлом, что благочестие служит нам для прибытка. Некоторые даже ко мне приходят и говорят, Виктор, а что в моей жизни прибавится, если я съезжу на выезд с молчания? То есть мы, поймите, мы во всем ищем какой-то своей личной практической выгоды. И находятся люди, которые говорят, вот тебе выгода, вот тебе выгода. На самом деле это ложь, но это популярно, потому что это очень соответствует запросам людей. Я тебе хочу сказать, я тебе могу одно гарантировать, когда мы выезжаем, ты будешь знакомиться с тем, кто является Творцом и Создателем и Спасителем всего мира. Просто вот сердце Божье, и многие вещи станут тебе ясны и понятны. Я не гарантирую, что ты исцелишься, или там что-то в твоей жизни, там денег навалится. Нет. Может да, может нет. При этом я хочу подчеркнуть, драгоценные, я верю, что Бог совершает чудеса. Но в то же самое время Бог не даст своей славы никому. Я вот даже представляю, если наступает такой момент, и вот через меня начнут постоянно исцеляться, исцеляться люди, мне страшно представить, каким важным я превращусь за недели. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Сейчас мне кажется, что я такой смиренный, прям искренне открытый, но мы порой сами не подозреваем, что в нас находится. Бог не дает искушения сверх сил. Не дает. Поэтому мы молимся за исцеление, Бог исцеляет людей. И знаю, на домашних группах люди молятся, Бог исцеляет. Там просто верующие общаются, друг за друга молятся, Бог исцеляет. Здесь мы молимся, Бог так же делает. Но это намного порой меньше, чем мы этого ожидаем. И мы все думаем, где-то же есть такие особенные люди, где исцеление за исцелением. Есть. И это, как говорит сегодня молодежь, обычный хайп. Обычная вот эта популярность. Дешевая, за которой ничего не стоит. Понимаете? Хотите бегать за этим? Хотите святую воду пить? Хотите там от бесов освобождаться? Христианский современный мир на все запросы дает чудесные предложения. Если вы хотите всю жизнь оставаться в младенчестве и через материальные вещи думать, приближаться к Богу. Все, что тебе необходимо, у тебя есть здесь и сейчас. Ты в это можешь углубляться. Но что, знаете, вот там, где исцеление, там бесы выходят, какая слава, какая гордость. Вы знаете, что я заметил? Настоящее Богопознание, им невозможно спекулировать, потому что в этом нет никакой твоей великой заслуги. Настоящее Богопознание, оно полностью на Божьей благодати и милости освоено. То, что я пережил несколько лет назад в своей жизни, никакой моей заслуги нет. Просто Божья милость и благодать. Я иногда понять не могу, Бог, за что ты мне все это показал? Только по своей милости. Есть одно место в Библии, и я хочу именно этим местом и закончить. Есть одно место в Библии. При всей моей любви к синодальному переводу есть несколько мест, где смысл не просто неточный, а я бы так сказал, даже искаженный. Их немного, но они есть. И вот одно из таких мест, это Евангелие от Матфея, 12 глава. Это место всегда нравится новообращенным людям, молодым служителям. Я, когда был молодой пастор, чуть ли не в каждой проповеди это место Писания вставлял, потому что оно как бы, ну, как-то так вот стимулирует нашу плоть. Вот смотрите, Матфей, 11 глава, 12 стих. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его. О, как я любил это место Писания. Царство Небесное силою берется. Давайте-ка употребим усилия и восхитим это Царство Небесное. Более того, ведь Слово Божие побуждает нас искать Царство Небесное. Так что давай, как-то поднапрягись, брат. Давай, сестра, не сдавайся. Сейчас мы рванем последний раз. И знаете, на этом построен христианский мир, когда люди, давай, Господь, давай, сильнее молимся. Давай, давай, сейчас вот уже близко идет туча дождевая и зальет последний дождь благодати еще немножко. И верующие такие, знаешь, просто стержатели силы Божьей, стержатели пробуждения. Молодцы. Ну, давайте посмотрим это место Писания. Вот мне очень нравится в современном переводе. Посмотрим современный перевод. Вот когда переводят уже в современных переводах. Вот вы это можете посмотреть в подстрочниках, потому что это соответствует современные переводы именно подстрочникам с греческого языка. И вот смотрите. Матфей, 11 глава, 12 стих. С того времени, как Иоанн, креститель, начал проповедовать, и до сегодняшнего дня претерпело Царство Небесное немало яростных нападений, и многие пытаются силою захватить его. Смысл совершенно изменен, да? А дней Иоанна, Царство Небесное, претерпело немало нападений, и многие пытаются силой захватить его. Вот так вот сейчас вот мы. Ну, не плотской, конечно, силой, но духовной силой мы сейчас так вот. И вот вы знаете, почему это всегда обманка? Потому что если в жизни этих людей что-то и произойдет, какая слава у них будет, мы нашими молитвами это все. Вот почему здесь такой эпицентр исцелений? Промолили мы, ребята. Ты смотришь на них, ну, просто герои такие, великие люди. А потом, это как мыльные пузыри, которые постоянно лопаются и лопаются, лопаются и лопаются. Оказалось, король-то голый, а мы-то думали. Ну, ничего, люди ищут других королей, и снова их обожествляют, и приписывают им невиданные вещи. Дорогоценные, на самом деле, мы призваны искать Царство Небесное, но в настоящем поиске Царства Небесного нет никаких твоих заслуг. В этом просто Божья милость и благодать. Если ты думаешь, что в поиске Царства Божьего нужно употребить силу, ты заблуждаешься. Нужно как раз противоположное. Перестать употреблять усилия. Все наоборот. И я вам такой пример приведу. Это вот все равно, что, смотрите, когда ты сидишь и смотришь какую-нибудь интересную передачу или интересный фильм, или, пример для некоторых из вас, читаешь интересную книгу. Вот, читаешь книгу, и вдруг кто-то заходит в комнату, и что-то у тебя спрашивает, или что-то тебе говорит, но ты так вовлечен в книгу или в фильм, что ты не слышишь, как к тебе обращаются. У вас было такое? Или бывает, слышишь, что кто-то что-то говорит, но что он тебя говорит? Вот мне бывает так иногда Диана, она там что-то сказала, я такой, Диан, что? Она говорит, ты сейчас слышал, что я тебе говорила? Я слышал, что говорила, но не конкретно о чем. Что-то жена говорила, как вот. Потому что ты в чем-то находишься, либо о чем-то думаешь, там книга, фильм, там какие-то звуки, но для тебя это как фон. Понимаете, да, о чем я сейчас говорю? И чтобы услышать, что тебе человек говорит, зашедший в комнату, нужно отвлечься от фильма, нужно перестать читать книгу и перестать концентрироваться на том, что ты делаешь. Понимаете, да? Вот точно так же и в духовной жизни я увидел. Нет никакой нашей заслуги. Нам нужно не усилия приложить, а перестать употреблять усилия как раз. Мы не возьмем Царство Божиим усилием, не стяжаем его. Это не для чемпионов. Ты не призван быть первым, потому что первые станут последними. Так учил Иисус Христос. Мы точно так же живем этой жизнью, и мы сконцентрированы на работе, на делах, на проблемах, как человек на фильме или на книжке. И мы полностью в этом. Это неправда, что Бог нам не говорит. Он нам постоянно говорит. Просто мы не слышим. А если и слышим, то какой-то фон, вроде что-то Бог нам как-то касается. А что касается? Для чего? Что нам хочется общить? Непонятно. Так вот, драгоценный секрет, он очень простой. Перестань жить вот в этих видимых, постоянных вещах. Что происходит, когда мы молимся, молитвой созерцания, выезжаем на выезды. Я все, что пытаюсь сделать, это сделать одну вещь. Перестань концентрироваться на чем-то. Освободись от фильма. Мы не можем освободиться. Вот это фильм, моя жизнь. Фильм называется «Жизнь моя». Жизнь Виктора Судакова в школе и дома. Вот. Вот. И ты там все, там все, ты читаешь эту жизнь, надо же так жить. Бог как-то говорит, ты не обращаешь внимания. Перестань на этим видимом концентрироваться. И ты вдруг с удивлением обнаружишь, когда ты перестаешь жить этими внешними видимыми вещами, этой внешней видимой жизнью, то внутри все ясней, ты начинаешь слышать голос, который был там всегда, но на который ты не обращал внимания. Он начинает звучать. Вы знаете, часто то, что Бог нам говорит, из этого даже никакой практической выгоды не извлечь. Вот. Как, помните, Павел писал, некоторые думают, что благочестие служит для прибытка. Вот в настоящем богопознании прибытка часто для твоей обычной земной жизни нет никакого. Но это самое ценное, наверное, самое удивительное, то, что когда-либо было в моей жизни вот эти мгновения единения с Творцом и Спасителем. Понимаете, о чем я сейчас говорю, да? Вот это удивительно. Не для прибытка, не для видимой выгоды. Я еще раз говорю, мы верим, что Бог исцеляет, мы верим в Божьи чудеса, но не нужно это искать от кого-то или там где-то вот. Просто молись. Ты такой же верующий, как любой проповедник. Разница. Проповедники часто себя пиарятся, и люди думают о них нечто большее, чем есть на самом деле. Вот и вся разница. Поэтому драгоценные проповедники нужны не для того, чтобы быть здесь чудотворцами, явителями силы, чудес и видений. Проповедник – это пастор, пастух. Я просто пасу стада. Вы не принадлежите и никогда не принадлежали ни одному пастуху. Пастух не владелец стада, владелец Господь. Пастуху лишь Господь дает на время заботиться о стаде, что я и стремлюсь делать. Как пастух. Стремлюсь делать. Мы читаем Слово Божье. Мы стремимся, ну у нас хорошее место, где мы можем собираться. Правда же драгоценные? Сейчас мы будем собирать пожертвования, но еще лучше станет. Условия, да, чтобы люди могли молиться в доме молитвы каждое утро, каждый вечер. Да, вот. Но строить из себя посредника – это не библейское, это грех. Не клюйте на это. Не ищите псевдодуховности. Духовность только у него. А в этом нет ваших заслуг. Просто иногда отдайте себе в руки, перестаньте концентрироваться на всем земном, и вы вдруг начнете переживать. Это богатство, Царство Божие внутри вас есть. Усилием это не восхитить. Перестань употреблять усилия. Перестань. А, я хочу быть духовным, хочу, чтобы вот, Царство Божие, я так знал, как ни один человек в Екатеринбурге не знает. «Всемогущий Господь, спасибо Тебе за каждого человека здесь, в этом зале. Ты знаешь, Бог, я люблю этих людей, я стремлюсь быть настоящим, честным с ними. Но это не что в сравнении с Твоей любовью, которая у Тебя каждому из нас. Ты так любишь, Господь. Я молю, мой Бог, дай нам мудрости, дай нам это, различать духов, не идти псевдопутями, как бы привлекательны они не казались, как бы много они не сулили для нашей земной жизни. Я молю, мой Бог, чтобы мы не ходили путями лжи, путями дешевой мирской славы, плотских впечатлений. Я молю, мой Бог, чтобы мы познавали Тебя настоящего, а это мы делаем не через дни недели, не через праздники, не через новомесячие или субботы, мы можем соприкоснуться с Тобой только в Духе и в истине, потому что Ты таких поклонников и ищешь себе в Духе и в истине. Только там мы можем пережить встречу с Тобой в нашем сердце, в нашем Духе. Нам не нужно никуда ехать, на особые места, на особые конференции, в особые библейские школы. Нам нужно пройти самое долгие путешествие, путешествие в Свой Дух. Именно на этом путешествии дьявол пытается нас сбить, изменить наш внутренний поиск, заменить его внешним поиском. Но я молю, мой Бог, дай мудрости, чтобы мы не верили лжи дьявола, нам не безызвестны его умыслы. Благослови, Господь! Благослови, Господь! Чтобы мы не ходили этими путями, Господь! Сколько шарлатанов, сколько обманщиков, продающих пустые вещи. Я молю, мой Бог, чтобы мы не верили этому, не ходили этими путями. Мы призваны верить Тебе, Твоему Слову, не святым крестам, не святым мощам. Я молю, мой Бог, чтобы мы усвоили уроки реформации, мы не повторяли прошлых ошибок по имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Суру, Роман Дочный! Я молю, мой Бог, открывайся, Ты единый, истинный, всемогущий Господь. Я молю, мой Бог, благослови, чтобы те, кто не имел возможности поехать на выезды, созерцания раньше, смогли поехать этой весной и пережить там Твою благодать. Благослови, Иисус! Благослови, Иисус! Благослови, Иисус! Мы любим Тебя всем сердцем, всей душой. Касайся! Я молю, мой Бог, чтобы Ты открывался каждому моему брату, моей сестре в церкви, чтобы мы могли переживать Тебя, единого, истинного, великого Господа, того, кто все во всем, полнота наполняющего, тот, кто альфа и омега, начало и конец, первый и последний, Безграничный, всемогущий, вездесущий, всеведущий. Никуда не скрыться от Твоего лица, ибо Ты везде. Куда бы мы ни поднялись, Ты там, куда бы мы ни спустились, Ты там. Ты вездесущий, Господь, и Ты здесь с нами. Мы можем слышать Твой голос, когда перестаем концентрироваться на земном, нам внешнем, на приходящем. Мы можем слышать, Господь, что Ты говоришь к нам. Мы можем слышать голос Духа Святого, мы можем быть водимы Твоим Духом, ибо все водимы Духом Божьим суть сыны Твои. Касайся. Касайся, Иисус. Аллилуйя. Су-ру-ман-де-ш-ти. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Господь. Хвала Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, великий всемогущий. Аллилуйя. Хвала Тебе, Иисус. Аллилуйя, Иисус. Боже, даруй нам мудрости не вестись на псевдодуховный обман, на манипуляцию. Даруй нам, Боже, мудрое сердце. Ты дал нам разум, способность осмыслять критически то, что мы видим, то, что мы слышим, то, о чем нам рассказывают или говорят. Я молю, мой Бог, даруй нам этой мудрости. Не идти кривыми путями, но идти Твоим путем, живым. понимать, что благочестие не служит для прибытка. Благочестие помогает нам познавать Тебя, ибо без святости никто не увидит Господа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok